Здравствуйте! В эфире местные новости. О событиях дня, которые произошли в Кормоскалах, Благовещенске, Языково, Чешмах и Глиной Кушнаренково расскажем сегодня. Смотрите в выпуске. Чешминская свекла – самая сахаристая в Башкирии. Жители Благовещенска самостоятельно отсыпали пешеходную тропу и в Пришибе сделали березовые веники по старому немецкому обычаю. В минувшее воскресенье в селе Чувашкубово прошел спортивный праздник «Спорт – это здоровье». Его посетил уроженец села, четырехкратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр по вольной борьбе Сергей Корнелаев. Он отметил успех чувашкубовских борцов на последних соревнованиях и пожелал им дальнейших успехов. Затем Сергей с борцами-вольниками провел зарядку со звездой. Также в этот день на площадке местной школы прошли соревнования по футболу, бег и подтягиванию на перекладине. Жители Благовещенска самостоятельно отсыпали пешеходную тропу. Она соединяет улицу Архитектурную в микрорайоне Северный с подходом к пешеходному переходу на трассе Уфа-Янау. Администрация предоставила активистам щебень и инвентарь. Во время работы трижды начинался дождь, но это никого не испугало. Тяжелый щебень распределяли и женщины. Они первые пришли на субботник и ушли только после его завершения. Общими усилиями за три часа жители проложили новую тропу протяженностью 250 метров. На днях в Крымоскалинском районе на трассе Уфа-Янзер-Белорецк произошло ДТП. На 23-м километре автодороги столкнулись два автомобиля. Предположительно, 20-летний местный житель за рулем Лады Гранты не уступил на перекрестке Ладе-Калина. В результате столкновения 69-летний водитель Калины и его 66-летняя пассажирка получили травмы и их доставили в больницу. Чешминская свекла – самая сахаристая в республике. По данным Паштирского референтного центра Россельхознадзора, сахароза достигла максимальных для региона значений. Свекла, выращенная в Чешминском районе, содержит более 17% сахара. Следом, по сладости корнеплода идет Благоварский район. Также по сообщению центра, химико-таксилогические исследования не выявили превышение норматива гербицидов в образцах. Всего в 21-м свеклосеющем районе площади культуры составили в этом сезоне 48 тысяч гектаров, а средняя урожайность – 319 центнеров на гектар. Лидирует по сбору свеклы Благоварский район с валовым сбором корнеплодов более 35 тысяч тонн. Мастер-класс по изготовлению березовых веников состоялся в селе Пришоп. Его провела главный специалист местного немецкого историко-культурного центра Юлия Артас. Вместе с детьми и их родителями она делала березовые веники по старому немецкому обычаю. Во время этого увлекательного процесса участники не только вязали веники, но и пели детские песни на немецком языке. В подарок родителям дети забрали с собой веники, сделанные своими руками. Деревня Кудушлебашево участвует в конкурсе «Самое красивое село Башкири-2019». Прием заявок завершился 31 августа. В этом году их подали 48 сельских населенных пунктов республики. Самым маленьким конкурсантом оказалась деревня Кудушлебашево Кушнаренковского района. В ней проживает всего 71 человек. Сейчас все предоставленные материалы оценивает конкурсная комиссия. Помимо внешнего облика и элементов благоустройства сел, учитывается степень участия односельчан в совместной работе, их активность, социальная ответственность, стремление сохранить местные традиции и сделать свое село туристически привлекательным. 10 лучших сел, прошедших во второй этап конкурса, определят уже в ближайшее время. На сегодня это все новости. Далее переходим к прогнозу погоды. Я благодарю вас за внимание. Смотрите нас каждый день на республиканском телеканале ЮТВ и на сайте ЮТВ.ру. Поделиться своими новостями вы можете в наших группах в социальных сетях или рассказать их менеджерам в офисах компании Уфанет. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...